С вами я Алексей, надеюсь все нормально записывается и вы смотрите YouTube канал Парадигм. И сегодня мы обозрим вот такую вот команду. Это моя команда, ну на самом-то деле я ее уже давно делал и вы могли видеть два предыдущих ролика, именно поэтому если вы хотите увидеть как бы полностью что в ней находится, то в таком случае смотрите два предыдущих ролика. Я же в принципе покажу, что он, как бы этот торговец должен работать с этими, с моим датапаком, чтобы вы могли получить командные блоки и бедрок для того, чтобы покупать некоторые вещи. Итак, давайте же посмотрим, то есть герметический лук, все так и осталось, значит топор Джонни. Дело в том, что когда я добавил топору с уутингом 4 в минус 30% скорости, то у него исчезла атака. И то есть он не наносил совершенно никакой атаки, и это был баг, и я как бы его потестил и исправил потом. И когда обнаружил это, скажем так, неприятную новость. Так вот, нам нужен вот этот вот, и вот этот, и вот этот. И все, давайте-ка теперь тестить на свинке. Так, бум, ой, во, могу 7 получить. Вот видите, прикольно как. То есть получается, можно свинку с одного уутара убить, во-первых. Во-вторых, это. Она это. С нее падает больше уута. Значит, дальше, спалахуйка. Спалахуйка это очень хорошая штука. Ну, вы же понимаете, она по названию понятно, что это очень хорошая штука. И это вот такая вот штука интересная, которая против свинюшек применяется. Дело в том, что я ее, я к ней добавил теперь еще шарпнесса. То есть, этой остроты добавил. Для чего? Чтобы свинья умирала от огня. Видите, умирает и дает нам поркчоп. Кстати, походу, уутинг не работает, что ли? Вот, 3. Ну, допустим. А могу я несколько раз ударить ее так? Я не знаю, работает ли уутинг 3 здесь. Можем ли мы получить 5 этих, 5 мяса. Но прикол в том, что одного удара достаточно, чтобы свинья умерла. Это вот главная задача этой зажигалки. Возможно, стоило бы убрать с нее лутинг в таком случае. Так. Опять 1. Да, странно. Давайте затестим. 3. Вот больше 3 не падает. Ну, ладно. Так, 2. Смотрим еще. 5. Вот. Как вы видите, если несколько раз ударить, опять же, прочность от этого не тратится, то в таком случае вы все-таки можете использовать лутинг. Но проблема в чем этой зажигалки? В том, что ты всегда получаешь уже жареную свинину. То есть, если вам нужна сырая, например, на продажу, то в таком случае вы не сможете при помощи этой зажигалки использовать лутинг и получить дополнительный лут. То есть, для чего эта зажигалка, в первую очередь? Для путешествий в дальние края. То есть, что ты бежишь, 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 увидел это. Бежишь, например, 30 миллионов блоков к этому, к краю мира. То есть, да, к далеким землям все дела. И, в общем-то, ты бежишь такой, и как бы тебе хочется покушать. Ты видишь, как бы, свинки и так далее. Обычно мы что берем? Мы берем меч, берем их, убиваем и так далее. Здесь же, как бы, зажигалка гораздо лучше, чем меч. Но, как бы, она не очень-то удобная. Да и носить ее с собой не хочется. А здесь зажигалка в качестве и меча, и зажигалки. Причем меча с лутингом. То есть, если вам хочется именно лут для того, чтобы использовать его. То есть, вам хочется не на ферме поубивать каких-то свинок. А хочется именно убить для того, чтобы пожрать. То в таком случае, это зажигалка идеальное средство. То есть, эта зажигалка, это предмет, который позволит вам убивать мопал для того, чтобы пожрать. С легкостью и, как бы, с удовольствием. Значит, кактус здесь все-таки осталось. Клюшка сатаны все-таки осталось. Воля пучины. Я добавил желтый цвет. То есть, у нас же есть торговец для спавна. И у торговца для спавна ослабленная вот эта вот воля пучины продается. И, как бы, у нее желтое вот такое вот золотое имя. То есть, это значит, что это крутой артефакт. Золотой такой. Значит, водяной камень. Я добавил описание, как в версии для сервера. Ну, мало ли, кому-то пригодится. Дальше, значит, я улучшил лутбокс. Лутбокс теперь продается не за Бедрок, а за Эмеральды. То есть, в принципе, даже без датапака, если вдруг вы его не установите, этот лутбокс вы сможете купить. И, как бы, в нем может быть зачарован и золотое яблоко. Но я показывал, как действует лутбокс. Я считаю, что 12 Эмеральдов это оптимальная цена для него, потому что в нем могут быть полезные вещи. Там железо и так далее. То есть, ведра, там алмазные мотыги, алмазный накрудник. Это жесть просто. Естественно, 12 Эмеральдов, я думаю, шанс получения такого стоит. Учитывая, что Эмеральды, как бы, такие не очень труднополучаемые, если у вас есть жители. Кстати, я, как бы, с учетом того, что у вас есть доступ к жителям, этого жителя делал. То есть, ну, типа, что вы поселитесь где-нибудь в деревне и так далее. Деревни сейчас чаще стали спауниться с новой версией Майнкрафта 1.14. Значит, дальше. Блок алмазов у нас дает загадочную матрешку духовности, но я ее показывал. Там практически ничего не изменилось, разве что Кремлевский Кощей стал сильнее. Да. То есть, Кремлевский Кощей стал агрессивнее, сильнее. Я ему там параметры повысил, потому что, как бы, ну, он был слабоват. Значит, Супер Бустер. Теперь, как бы, а, по-моему, так оно и было. Я просто описание добавил. Значит, Драконолов тоже самое. Я, то есть, только удачу немножко еще повысил. А в остальном все так и осталось. Мамони тоже добавил описание. Все остальное так и осталось. Богатырский Набор. Богатырский Набор стоит теперь дороже. Теперь два командных Болка вместо одного и стак этого. Стак Кожи. Почему? Потому что, собственно, он неразрушимый. Там, то есть, это вся броня неразрушимая. И, как бы, неразрушимая броня это круто. Поэтому она должна стоить подороже. Пусть даже там и способности у нее не такие уж и крутые. Значит, Крылья Свободы все так и осталось. В принципе, да. Волшебная Палочка тоже ничего не менялась. Яблоко Ночи теперь желтенькое. В остальном, вроде бы, так и осталось. Значит, Шапка Херобринка теперь покупается не только за командный блок, но еще и за диск вот такой вот. То есть, ее будет труднее получить. Также я добавил Протекшн 5 на нее. Протекшн 5 это хорошее защитное зачарование. Значит, как вы видите, иммунитет к отбрасыванию она добавляет. Три дополнительной брони. То есть, как алмазный шлем у нее защита у этой шапки. Так что, это очень крутая щита. И я хочу кое-что проверить. Значит, в чем прикол? Вам нужен именно этот диск. А этот диск выбивается только со скелетов. Ну, то есть, с криперов, когда их скелеты убивают. И это значит, что вам нужно будет фармить, чтобы получить эту пластинку крутую. Ну, и плюс, как бы, оно тематически довольно-таки. Вот, берем херобринку. И... И... Я хочу проверить. То есть, если я... Разрушу ее, зачарование останутся или нет? Нет. Как вы видите, то есть... Вы можете... То есть, никогда не ставьте шапку-херобринку на пол. Потому что, если вы это сделаете, то с нее слетут зачарования. Это очень опасно. И это такой вот факт. Но, если вам нужно, в принципе, чтобы можно было снимать ее, и вам нужна именно голова херобрина, то в таком случае, конечно, сами смотрите. Однако, насколько я помню, таких шапок можно купить одну или две штуки. Поэтому, ну, как минимум две, так как вы видите, мы купили, и еще одну можно купить. Так что, в принципе, одна будет такая надежная, а вторая ненадежная. Значит, здесь я изменю цвета оглавления. Значит, теперь у нас проклятая метка продается за зелье урона и эмеральдовый блок. То есть, целый блок я решил, что оно стоит. Почему? Потому что, собственно, много... Рейд на деревню, который вызванный, он даст нам много ута в итоге. Скидку даст и так далее. Поэтому я считаю, что стоит повысить с трех эмеральдов до эмеральдового блока. Значит, царь-слизень. То есть, я переименовал короля слаймов в царя-слизня. Значит, божественная броня пофикшенная, не помню, я показывал вам ее пофикшенной или нет. Но, в общем-то, теперь она действительно добавляет такую себе неуязвимость. Значит, давайте возьмем бедрока и попробуем вызвать кого-нибудь очень сильного, который нас будет убивать. И то есть, я хочу проверить, будет ли он нам наносить урон. Так. Так. И теперь, в чем прикол? Хочу кого-нибудь сильного. Так. Панда. Нет, не панда. Виндикатора. Ну вот же ж, тут были виндикаторы, кстати. Поборник. О, так это особый поборник. Ой. Главное, осторожнее. Смотрим. Вот, как вы видите, он нас бьет. И как бы нам пофилу. Видите, пока действует, нам пофилу. Потому что у нас резистанс пятого уровня. И таких зелий три можно за бедров купить. В общем-то, наконец-то зелень уязвимости, как в Варкрафте. Да. Хотел сказать, как в Майнкрафте. В общем-то, да, в Варкрафте и ездили у неувязвимости. И вот я решил божественную броню. То есть, как отсылку к Варкрафту добавить в Майнкрафт. Значит, нестабильный ТНТ. Тоже, опять же ж. То есть, раньше он был доступен. Я, то есть, догадался сделать нестабильный ТНТ, как необычный предмет такой, покупной. Когда делал, собственно, торговца для спауна. И который, типа, исчезает, если мы умерем. То есть, если мы сами себя подорвем, например, или если кто-то нас убьет с этим ТНТ в инвентаре, то он у нас исчезнет. Курс оф веничин. И, как бы, он, когда мы его устанавливаем, то потом мы его не можем обезвредить. То есть, если мы попытаемся его ударить, то он активируется. То есть, устанавливается только один раз. Так что, будьте осторожны. Иначе могут быть проблемы с ним. Но, как вы видите, целых 32 штуки за Бедрок. Это, я считаю, довольно выгодно. Может быть. Значит, Каосиум добавил. То есть, Каосиум здесь такой же, как на северной версии. То есть, торговца. И три командных полка. Там щит неразрушимый. С двумя плюс два здоровья. Там шипы минус 15% скорости. Плюс 6 брони. И так далее. Значит, и вот это вот совершенно новое. Это даже на северном торговце такие наборы не продавались. Набор танка. И стеклянный набор. То есть, это вот типа как богатырская броня. Только еще покруче будет. И, в общем-то, это чисто для одиночки. Такое вот приспособленное. Давайте возьмем оба набора. И давайте поставим сначала этот набор. И тут у нас что есть? Шлем танка. Броня танка. Огнеупорные поножи. И сапоги танка. Огнеупорные поножи, как вы видите, более редкие. Они таким вот другим шрифтом написаны. То есть, пурпурным таким. И зачарованные. То есть, у них файр протекшн шестого уровня. То есть, когда мы наденем эти поножи, то мы перестанем гореть. То есть, если вот мы надели поножи и пошли, короче, куда-то. Ну, это, кстати, во-первых. Кроме того, у них больше, чем у стандартных алмазных поножей брони. То есть, они более бронированные. И вот, как вы видите, то есть, мы не получаем дополнительного урона. Не горим, выходя из огня. И так далее, и тому подобное. Так что, это я считаю очень-очень круто. Значит, дальше. В чем прикол? Что каждый элемент данной брони дает на две брони больше, чем стандартная алмазная броня. То есть, 2 плюс 2 плюс 2 плюс 2. То есть, это плюс 8 дополнительной брони. Это 4 нагрудничка. Но дело в том, что так как броня алмазная дает полную броню, но та броня дополнительно, она тоже считается, но она не отображается. То есть, мы не будем видеть, что там больше брони, чем 20 единиц. Но на самом деле, ее будет 28 единиц. Плюс также, как вы видите, армортаухнес у данной брони танка плюс 3. В отличие от стандартной алмазной брони, у которой твердость плюс 2. То есть, вот видите, 8 и плюс 2, а у нас 10 и плюс 3. Таким образом, как бы, твердость брони определяет то, насколько хорошо поглощаются большие уроны. То есть, эта броня, она лучше поглощает большие единоразовые уроны, даже чем обычная алмазная броня. То есть, броня танка круче алмазной брони. Но ее, кстати, зачаровывать еще дополнительно можно. Все фрагменты, как бы, ее снимать можно и так далее. И последнее, что здесь есть в этом наборе, это меч-кладенец. Это меч, который, во-первых, то есть, у него нестандартная атака, она, то есть, на одну единицу больше, чем у стандартного меча. Хотя тут и написано 7, но на самом-то деле 8, из-за того, что это искусственно приданная атака. Также, не обращайте внимания на типа минус 1,6 атак спид. На самом-то деле, у него сбрасывается скорость атаки, поэтому я установил ее искусственно. Значит, дальше. Плюс 4 армора. То есть, этот меч нам дает 2 нагрудничка брони. То есть, это меч, который дает нам броню. И это офигенно. То есть, им можно и сражаться, и также защищаться. Ну, то есть, он дает нам защиту. И это очень-очень круто, я считаю. На то он и кладенец. Кладенец, леденец и все остальные штуки. Значит, и дальше стеклянный набор. Стеклянный набор, это тоже очень крутая штука. Как вы видите, стеклянный шлем с легким падением. То есть, заметьте. Во-первых, чем это отличается броня сама? Как вы видите, у нее есть армор, но нет твердости. То есть, нет армортаухнес. То есть, по броне она такая же, как алмазная. Но у нее нет твердости, а следовательно, она большие уроны плохо рефлектит. То есть, она плохо поглощает удары с единоразовым большим уроном. Такие вот дела. Значит, также, взамен, как вы видите, на ней особые зачарования. Как вы видите, плюс 3 брони, значит, физерфоллинг. Дело в том, что вот эти вот все физерфоллинги, они стакаются. То есть, они плюсуются, и мы получаем максимальное количество при двух из вот этих вот трех. То есть, в чем прикол? Нам 5... нам нужно 7 легкого падения для того, чтобы получить максимально легкое падение, возможное в игре. И эта броня позволяет нам получить это, и еще и какой-то из этих вещей можно не использовать для того, чтобы даже не потерять максимально легкое падение. Также, как вы заметили, у нее анбрейкинг 4 на всех элементах. Это, то есть, невозможный анбрейкинг. То есть, я решил это добавить для того, чтобы как бонус, так сказать. И также сапоги. Сапоги, как вы видите, у нее фиолетовые. Плюс 15% к скорости перемещения, когда мы их надели. И, как бы, физерфоллинг 5. То есть, больше, чем возможный и так далее. Анбрейкинг 4, это больше, чем возможный, в принципе. Так что, это очень-очень круто. Вот мы надеваем и, как бы, быстрее бегаем. Он может компенсировать, в принципе, такие сапоги вам компенсируют щит. То есть, если вы держите щит колосиум и при этом в этих сапогах, то в таком случае ваша скорость стандартная для Стива. Значит, и дальше. Стреломет Триада. Это такой вот у нас арбалет, который... У него есть очень забавное свойство. Он одновременно стреляет... И тремя стрелами, и пробивает 4-х мобов. Видите? То есть, он и стреляет несколькими стрелами, и пробивание у него есть. Как вы видите. Ну, собственно, там так и написано. Так вот, прикол в том, что эти зачарования работают вместе. Если искусственно как-то их зачаровать. Я не знаю, по-моему, они раньше не работали вместе. Но с патчами, короче, это наконец-то добавили. И то есть, мы можем при помощи команд получить такой вот стреломет. Так. Ты чё офигел? Так, значит, ну, мы всех поубивали. Смотрим, значит. Как вы видите, мультишот и пирсинг 4. Я считаю, что это офигенно. А на этом я, пожалуй, с вами попрощаюсь. Всем спасибо за просмотр. Не забудьте поставить лайк, если вам понравилось моё обновление. У меня уже закончились идеи. Пишите, что ещё можно добавить в торговца. Какие ещё вещи продавать для одиночной икры. И всем до свидания.